ребята привет всем сейчас его забрала из школы его рассказала что сегодня они писали все весь класс писал за что они благодарны и вот она мне сейчас прочитала на английском и и пока начитала и там все понятно потому что ну и простые слова и выражение все этой бессловка я растрогалась сижу еду за рулем и этот слезы сами потекли настолько его меня растрогал и что я решила попросить его прочитать нам на английском и на с переводом на русский нам сегодня в школе задали задание написать за что мы благодарны и вот я просто написала мол а I'm thankful for my friends and family, that I am alive and for my favorite teacher, Ms. Damiani, and that I am Jehovah's Witnesses, and for everything that I have. I'm thankful that I have food and for all of my pets. I'm thankful for everything. I'm thankful for all of that, because all of that makes me, me. Many people want something like a thousand pieces of gold, something they want, but will never get. I'm just thankful for what I have now. So touching. You still haven't read it yet, right? No, I haven't read it. You should have to do it on the beautiful paper and take it home. Well, as I understand, we will do it on this paper, we will glue it on the bottom, because it will be like a square, we will glue it on the bottom and take it home. Now, for our viewers, can you speak Russian? That's what you wrote, please. I'm thankful for it, that I have friends and family. I'm thankful for it, that I have friends and family, and for my favorite teacher, Ms. Damiani. I'm thankful for it, that I am a student. And for everything that I have. I'm thankful for it, that I have a food for all my pets. I'm thankful for everything. I'm thankful for everything. I'm thankful for everything. I'm thankful for everything, because everything it does me, I'm thankful for everything. Many people want something like a thousand pieces of gold. Something that they want, but they never get. So I'm thankful for everything that I am now. I'm thankful for everything. I'm thankful for everything now for everything. Like 10 years old, yeah? These thoughts are really broad. That's what we want, something like that, something like that, something like that, people think that material has to do it that make them happy, or something like that. That's why they want to make up with something. Да, с неба тысячу кусков золота или еще что-то. Ну, какое-то, что-то материальное, да, это просто образное выражение, наверное, да, такое, что на месте этих тысяч кусков золота может быть что угодно. Поэтому мне так приятно, трогательно, что Ева думает как взрослый уже человек, знаете, как мудрость есть какая-то у нее, потому что все-таки она изучает Библию, читает Библию, это книга от Бога, она мудрая, и вот это все в нее, что вложено, вот это вот сейчас она говорит о таких правильных вещах, что ценить надо, да, друзей, жизнь, ценить людей, да, какие-то поступки, вещи, которые у нее уже сейчас есть, не которые, которые могут быть, могут не быть, а то, что у нее уже есть сейчас. Вот, такие важно, как важно быть благодарными, знаете, за то, что за семью, за друзей, за своих домашних животных, за учительницу, за все, она благодарит, и вот за то, что она свидетели Иеговы, за, да, я уже давно так, это самое, ну, классно, когда учительница, а у них еще сейчас был этот, история про Холокост, то есть они как бы изучали эту тему на протяжении нескольких уроков, да? Вот, и этот, и она решила, да, Ева, что во время этих занятий рассказать еще и про про то, как в этот же самый период времени были гонения и на свидетелей Иеговы, и евреев гнали, и уничтожали свидетелей Иеговы, то есть наравне сидели в концлагерях, и евреи, и свидетели Иеговы. У свидетелей Иеговы были на вот этот вот, на одежде в концлагере у них были лиловые треугольники, вот, есть фильм, есть даже, по-моему, музей в Нью-Йорке, посвященный вот этим Холокостом, в общем, вот этим событиям ужасным в истории, вот, и Ева решила рассказать про свидетелей Иеговы тоже, потому что, возможно, многие не знают, конечно, все знают, что было с евреями, но не все об этом говорят, о том, что свидетели Иеговы тоже подвергались и пыткам, и уничтожению, и, да, хочешь сказать? Да, у нас просто, когда мы начинали эту тему обсуждать, мы разбирали историю одной девочки, и, как это вы назвали? Симон. Нет, нет, не Симон. Симон это, который следит Иеговы. Да. А, вы в школе были? А, у-у-у-у. А, мы разбирали историю девочки, по-моему, ее звали Энн Фрэнк, и вот там было, типа, как, после того, как первую главу прочитаешь книги, типа, напиши, что ты знаешь сейчас про вот эту вот девушку. И, то есть, это было первое, думаю. Да, ну, чтобы подготовиться к книжке. И я вот написала, что я вообще ничего не знала. Но потом, когда было практически такой же, только написать, что... Свои отношения к этому? Да. То я уже написала вот все, что я знаю про еще одну девочку, которая пережила Холоку... Ну, Таня пережила, а Симон пережила. Симон, да. Да. Симон Липстер, да? Липстер, я понял. Симон Липстер... Симон Арнольд... Симон... Симон Арнольд Липстер. Липстер. Да, она... Есть книга, да, она написала книгу, как она была маленькая девочка и вот претерпевала за свою веру. Осталась одна, без родителей. В плане, что родители забрали, ее забрали тоже у родителей, поместили в специальное такое помещение, лагерь, я не знаю, назовем его детский дом, такое как бы исправительное учреждение. Вот, заставляли там делать разные вещи. В общем, и она, будучи маленькой девочкой, как она выстаивала эти испытания, как взрослые люди, которые должны бы защищать детей, как измывались над детьми, только из-за того, что они верующие, из-за того, что они верят в Бога. Вот, и поэтому я вот эта большая молодец, такая смелая. Ты очень смелая, что рассказала об этом школе. Ну все, всем пока. Всем пока. Пока-пока, дорогие. Цените и будьте благодарны. Давайте будем вместе благодарить за все, быть благодарными. Вот, потому что бывает порой самые простые вещи, которые мы вдруг теряем, а потом начинаем ценить. Поэтому лучше уже заранее, да, оценить дружбу, любовь, семью, здоровье, да, потому что я вот говорю, как только я не смогла ходить какое-то время, все, и потом восстановилась, я так оценила возможность ходить, то, что просто ты ходишь, то, что ты дышишь этим свежим воздухом. Потому что ты видишь солнце. Это уже, да, сколько поводов для благодарности. Все. Пока-пока.